Три, два, три... Они готовились два месяца ради нескольких часов на танцполе. Такое ощущение, как будто мы оказались где-то в 18 веке. Им покорились не хип-хоп или джаз-модерн, а самое настоящее вальс, полонез и мазурка. Это достаточно сложно, но тем не менее ничего нет невозможного. Как научились танцевать те, кто ни разу в жизни этого не делал? Дело обратно с танцеванием. И могут ли принять в Золушке даже сороковым размером ноги? Я не часто в обычной жизни балую себя и окружающих платьями, каблуками. Впервые корреспонденты агентства теленовостей не только освещали Большой бал, но и сами приняли в нем участие. Как на несколько часов переместиться из века 21 в 19 и попасть в самую галантную и романтическую эпоху без машины времени? Смотрите специальный репортаж «Бал в Большом» прямо сейчас. Уже традицией стало проведение зимних балов в Национальном театре оперы и балета. Как раз в канун Старого Нового Года, чтобы завершить две праздничные недели пышным и торжественным аккордом. Все пять лет корреспонденты агентства теленовостей освещали торжественное событие и подготовку к нему. Но в этом не только побывали на балу в качестве репортеров, но и непосредственных участников. Кому достанется право танцевать всю ночь, решали долго. Выбор пал на корреспондента, которому физические нагрузки не чужды. Но вот незадача. Сердце отдано танцам в другой плоскости. Первая репетиция. До бала остается еще два месяца. Кажется, что срок просто огромный научиться танцевать за это время. Задача довольно простая. Приезжаем с небольшим опозданием в вечернем городе пробки, а тренировка идет полным ходом. Откуда-то из-под сводов потолка раздается хорошо поставленный командный голос. Чуть позже мы познакомимся с Натальей Фурман лично. Это главный танцмейстер бала. Несмотря на то, что репетиция только началась, многие уже уверенно исполняют пак классических танцев. По всему видно, эти люди здесь не впервые. Но есть и те, кто с танцами, вообще любыми. Как говорится, на «вы» и шепотом. Чем всему нужно учиться, это прежде всего работа. Ощущения шикарные будут в конце, когда уже выступишь и «ах», все скажут. Невооруженным взглядом видно, на репетиции все же больше представительниц прекрасного пола. И если по статистике на 10 девчат полагается 9 ребят, то на балу едва спиток наберется. Ситуацию призваны спасти курсанты военной академии. Корреспонденту АТН везет. Долго подпирать стенку в ожидании не приходится. Высокий, стройный, подтянутый, в общем, мечтаний кавалер. Курсант Евгений приглашает на танец. Кстати, будущий офицер на балу уже во второй раз. А потому корреспонденту везет дважды. Теперь у нее еще и личный репетитор. Я здесь второй раз, я начал заниматься танцами и решил пойти тоже в это мероприятие. На самом деле здесь очень красиво, очень эффектно, ярко. Соответствовать такому партнеру непросто. Впрочем, Евгений, как истинный джентльмен, удостаивает свою даму комплиментом. На самом деле у меня классная партнерка. Отдаем себя на милость главного танцмейстера и инструкторов-помощников, профессиональных танцоров в одной из столичных школ. Шефство над нами берет Игорь Ермолаев. Профессиональным взглядом сразу же замечает все недочеты. Но как опытный педагог не забывает и похвалить. Рука должна быть под лопаткой. Да, вы ощущение такое, что вы спиной все время опираетесь на руку партнера. И не прогибайтесь. Небольшой круг почета для вынесения нашей паре экспертной оценки. Удается провальсировать, не упав и даже не наступив друг другу на ногу. Это уже пусть маленький, но успех. В принципе, неплохо. Женя делает небольшой шаг, делаешь вперед слишком. То есть первым шагом нужно продвигаться. Продвижение, поэтому у вас получается очень маленький круг. Сложность заключается еще и в том, что танцевать приходится на каблуках. А такой вид обуви в повседневной жизни корреспонденту ТЭН не очень-то жалует. Больно, неудобно. Предпочтение на каждый день отдается обуви на плоском ходу. Основное большинство людей, которые сюда приходят, это вообще не танцевающие. Но у нас там достаточно много. До самого балла я надеюсь, что все научатся танцевать вальсик. Недочетов хватает буквально у каждого участника балла. Впрочем, опытные инструкторы следят в оба, чтобы в финальную самоответственную ночь все было идеально. Людям достаточно трудно держать спину прямо, подбородок высоко поднятым, смотреть на свою партнершу, элегантно двигаться, не дергая руками, плечами. Я буду об этом всем напоминать. Наши помощники показывают. Всего в программе шесть постановочных танцев. Грандиозный полонез, солидный контрданс, игривая мазурка, заводная полька и, конечно же, самый элегантный и грациозный танец – вальс. В общем, есть куда стремиться. Очень быстро на репетициях начинаешь понимать, кто здесь новичок, а кто не впервые на балах. Эту пару невозможно не заметить. Уже не юноша и девушка, но осанки этих людей могут позавидовать даже 18-летние. Алла и Анатолий Кардаш, завсегдатый балов, восхищают нашу съемочную группу своим изяществом, легкостью и грациозностью. Я просто, он мне показал на ютубе, показал этот бал. Посмотри, я увидела эти роскошные платья, красивые женщины. И мне тоже захотелось ощутить себя с золушкой на балу. Вот и с этого началось. Посещать балы в этой семье уже стало доброй традицией. В прошлом году семье Кардаш удалось посетить сразу три бала – в Мирском, Несвежском замках, а также в Большом театре. В этом году свой бальный марафон собираются повторить, а потому готовятся серьезно. Мы попали в гости к этой удивительной паре, и стало понятно, почему они так притягивают взгляды окружающих и журналистов. Мы очень готовились показать. И мы хотим вам показать наши наряды. Нам с удовольствием демонстрируют будущие наряды. К подготовке подошли серьезно, и если у главы семьи смокинг сохранился еще с прошлого года, то даме не гоже выходить в свет в одном и том же наряде дважды. Предпочтение решили отдать классическим черно-белым тонам. Вот в этом шикарном платье я буду на балу. В отелье шили. Вот. Толя уже в прошлом году приобрел такой красивый смокинг, а я в прошлом году была в красном. Несколько аксессуаров для мужчины также лишними не будут, поскольку и кавалер в этот вечер обязан выглядеть. Впрочем, перчатки не просто аксессуар. Эта деталь одежды очень важна и даже, можно сказать, обязательно для каждого. Единственное условие, по которому женщина может отказать мужчине в танце на балу, это отсутствие перчаток у мужчины. Во всех остальных случаях дама обязана принять приглашение на танец. Работа обоих связана с юридической деятельностью. Но как только попадаешь в этот дом, понимаешь, не что творческой этой паре, не чуждо. Например, множество картин на стенах написаны лично рукой главы семьи. Время, когда приходит вдохновение. В основном пейзажи – это реально существующие места, преимущественно на полотнах «Малая родина Анатолия» в Гродненской области. Я преследую не сколько формы, сколько состояния. Помимо живости, два-три раза в неделю обязательно занятия танцами, без привязки к балу. Уже для себя. Не хватает времени? Нет, не слышали, уверенно говорят в этой семье. Тем более, что навыки пригождаются уже на светских мероприятиях. Это бал. Это не какой-то там спектакль, это не какой-то концерт, это не какое-то развлекательное мероприятие. Это бал. Поэтому вот этот вот стержень, они выдерживают. И вот это вот чем все. Мы, конечно, будем готовиться к следующему баллу. Есть задумки. Каждую свободную минуту, в общем-то, в небольшой гостиной умудряются оттачивать все элементы, которые не успели разучить на тренировке. Не получается. Ну смотри, вот так вот. Вот так вот. И тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И назад раз, два, три, четыре. А после просто танцуют для себя. Любимый танец – аргентинская танго. Для того, чтобы подготовиться к балу, необходимо позаботиться и о соответствующем эпохе и атмосфере туалета. Строгий дресс-код для дам обязательно платье в пол, для мужчин как минимум костюм, а лучше фраг. Во-первых, найти такой наряд непросто, а во-вторых, к нему нужно привыкнуть. Длинная пазма тяжелая, то есть не так двигаешься, может быть не так быстро, когда в коротком, то в принципе быстро получается. Я бы сказал, что партнер должен чувствовать, насколько близко он может подойти к партнерше, потому что в длинной юбке с непривычки можно запутаться. В поисках идеального наряда отправляемся в одну из дизайн-студий столицы. Художник Жанна с удовольствием объясняет, что такое настоящий бальный туалет. Это работа с историческим кроем идет, это не полная реконструкция, потому что это не выполнено вручную, естественно выполнено из современных материалов. В основном бальные наряды представлены парами. Это значит, что одеться с иголочки можно сразу двоим и при этом наряды дамы и кавалера будут выгодно дополнять друг друга. Если выбирать костюм от профессионалов, то помимо самого наряда к нему прилагается еще и множество деталей. В общем, за пять минут не оденешься. Минут двадцать для того, чтобы просто показать, как правильно это одевается, куда это, как застегивается, где и то это, скажем, с учетом того, что это, конечно, уже не выполнено. Это уже осовремененный вариант, это не выполнено так сложно. Пышные длинные юбки, кружево, дорогие ткани, парча, шелки, атлас – вот что характеризует больную моду прошлых столетий. Но какой бы ни была она, главным требованием, особенно к дамскому туалету, быть самым красивым и элегантным среди сотен других. И сегодня женщины предъявляют костюму аналогичное требование. Перемеряются все костюмы, какие есть, почти. Ищется образ, ищется, оговаривается прическа. Я рекомендую, допустим, если у нас нет чего-то, я рекомендую, допустим, что-то приобрести, какую-то бижутерию, которая будет соответствовать, как должны приблизительно выглядеть сережки, что-то я там, допустим, скидываю клиентам какие-то картинки. Стоимость костюма на прокат в столице варьируется от 500 тысяч рублей до полутора миллионов за сутки. Все зависит от сложности и качества. Впрочем, большой балл бывает всего раз в году, а потому почти никто из участников не скупится. Быть самой красивой парой в эту ночь хочется каждому, даже если об этом и не говорят вслух. Быть, если не самой красивой, то соответствовать атмосфере приходится и корреспонденту АТН. Для начала нужно что-то придумать с прической. Традиционный конский хвост и даже просто распущенные волосы никак не гармонируют с бальным платьем. Отдаю себя на милость профессионалам, благо на телевидении и есть люди, которые могут сделать какую-годно прическу. Первые 10 минут голова выглядит далеко от идеала, впрочем, уже через некоторое время прическа начинает приобретать свои очертания. Мастер признается, секретов и задумок никаких. Полное творчество. Вот как рука ложится, так и ложится. Полное творчество. Как вот волос сам идет. Мастер колдует над головой уже с полчаса, но оно того стоит. Периодически раздается односложная команда. Процесс напоминает сложную операцию. Какая-то была. У нее точно такая сырость, да и все к тому же. Шпильком. Там дорожки. А что? Не видим-ка. Люди тратят годы, десятилетия. Наконец прическа готова, самое время собираться на бал. Голубое платье в пол показалось идеальным нарядом, теперь можно танцевать хоть всю ночь. Кстати, заметно, тщательно готовились к балу все без исключения участники. В фойе Большого театра просто пестрит яркими нарядами, да и само помещение украшено в соответствии с требованиями эпохи. Когда я думала над каждым уголком, я вносила свое личное отношение к балу, как бы я его представляла, и свои детские воспоминания, и чтобы людям было интересно, чтобы было что-то необычное. До начала бала остаются считанные минуты. Многие участники заметно нервничают. Впрочем, два месяца подготовки даром не прошли, а потому все получается на отлично. Мы купили билеты в этом году очень рано, то есть одни из первых, чтобы попасть на репетиции к этому балу. Каждый вот этот репетиционный день был праздником для нас. И помимо того, что мы получали удовольствие от движения, еще и от хорошей музыки. Семья Дроботенко к балу подошла ответственно, а потому в этот вечер получает удовольствие от всего – хорошей музыки, насыщенной танцевальной программы и атмосферы. Долго посещали курсы исторических танцев, на которых нам преподавали этикет, шаг, повороты головы, движения веером и разные другие условные знаки. Живая музыка, красивые наряды и обстановка располагают к тому, что ноги сами пускаются в пляс, и даже те, у кого на репетициях не очень хорошо получалось осваивать непривычные движения, держались более чем уверенно. Сейчас все получается на отлично. Мы делаем так, как надо. Волнуемся, конечно, но делаем. Как настроение вообще? Супер. Такое ощущение, как будто мы оказались где-то в 18 веке, и такие красивые в платьях. Шикарно. Наталья Фурман, главный танцмейстер бала, наконец-то вздыхает с облегчением. Подопечные справились, и хотя, как настоящий профессионал, уже анализирует все ошибки и недочеты, с прицелом на будущий год, в целом своей работой осталось довольно. Те, кто ходил каждый день, каждое из наших 13 занятий, однозначно сделали огромные успехи, и я ими довольна. Число 13, именно столько было репетиций, оказалось счастливым и для пары корреспондент-курсант. И хотя не обошлось без мелких и нелепых ошибок, в целом удалось танцевать так, чтобы не стыдно было по телевизору показать. Отличается тем, что балл очень насыщенный, сложные элементы, и очень сложно танцевать даже тем, кто уже второй раз. Ну, если очень сильное желание, ходишь на репетиции, и все получается в полном объеме. В эту ночь не спали до пяти утра, а именно столько продолжался бал в Большом. После обязательной постановочной программы участники танцевали на Венском балу. Это что-то вроде дискотеки, только на свой особый манер. Вместо зажигательных современных хитов – классическая музыка. Польки, голопы и бесконечные вальсы. Люди танцевали уже без команд, так как считали нужным и правильным. Бал еще не закончился, но то тут, то там слышалось уверенное. Теперь я точно знаю, что делать в следующем году, 13 января. И хоть праздник в этот день уже давно не отмечают, но правила «как Новый год встретишь, так его и проведешь» никто не отменял. Субтитры создавал DimaTorzok